Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале Этон ТВ, программа «Разбор полетов». Меня зовут Александр Вальдман, а вместе со мной в нашей телевизорской студии замечательные гости, мои коллеги, друзья, журналисты Борис Слуцкий, непосредственно в студии, Илана Михаэль, виртуально, по скайпу. Илана, мы по тебе скучаем. И я, и я скучаю. Надо уже завязывать с этим омикроном и опять встречаться. Пора уже. Но говорить мы будем с вами все-таки не об омикроне, не о коронавирусе, а, как мне кажется, вы меня поправите, если я окажусь неправ. Анекдотичная инициатива, утвержденная нашим правительством, инициатива Министерства транспорта, непосредственно министра Мираф Михаэля, план приоритизации пешеходного движения. Это так называется умно. А на самом деле, я просто зачитаю, я не могу удержаться от этого, чтобы не сделать. План Мираф Михаэля включает официальное признание пешей ходьбы транспортным средством, предоставление приоритета пешеходам на регулируемых перекрестках, увеличение тенистых территорий, но это неплохо. Создание тротуаров за счет парковочных мест и меры повышенной безопасности для пешеходов. И собирается на эти цели наше доблестное правительство выделить ни много ни мало 50 миллионов шекелей. Первый вопрос, который возникает, зная, сколько у нас стоят вообще все проекты, дорожные проекты. Во-первых, 50 миллионов это копейки. Начнем с этого. А во-вторых, даже эти 50 миллионов это деньги на ветер? Борь, давай мы с тебя начнем. Ты понимаешь, как-то сказать, на ветер или не на ветер, но если считать, что одна из задач это увеличение, значит, пространства так или иначе чем-то покрытого, не покрытого, неважно, увеличением количества деревьев, то это, ну, собственно, на ветер, это имеется в виду. А потом, понимаешь, анекдотичность этого не только в том, что человек объявляется транспортным средством. Ну да, я забыл вас поздравить, что теперь мы транспортные средства стали. Да, мало ли, да, мы знаем страны какие-нибудь, там, Индии, там, Средний Восток, где действительно есть, там, вела, рикши, еще кто-то, еще кто-то, которые каким-то образом действительно являются транспортным средством. Дело все в том, что вот мне все время хочется задать вопрос. Ту историческую минуту, когда человек соглашается или, наоборот, добивается какого-то министерства, он в курсе вообще, чем он должен заниматься в этом министерстве? Ну, как правило, у нас нет. Или, например, второй вопрос. Вот такое важное, серьезное постановление, что он имеет приоритетное право. Но для этого достаточно просто Михаэля прочесть правила уличного движения, где это все написано. Она должна была, как водитель, это когда-то сдавать. И о том, что приоритет всегда имеет пешеход перед автомобилем, безусловно, потому что мобиль называется опасное транспортное средство, ибо действительно много что может произойти. И уж совсем непонятна фраза на регулируемых переглядах. Если там горит зеленый цвет для машин, а пешеход пошел, то что машины должны остановиться, объясните мне? Как понимать эту фразу? Поэтому, понимаешь, на ветер, не на ветер, но министр транспорта ищет, чем бы заняться. И как бы потратить те суммы денег, которые на министерство выделены. Ну, хорошо, что эта сумма действительно 50 миллионов, которая в рамках государства копеечная. Только очень обидно, что опять наезд происходит на парковке, которых в центральных городах и так не хватает 10-ти кратно, а не будет хватать еще сильней. Ну, плохо. Что мы можем сказать по этому поводу? Илана, у меня к тебе вопрос. Может быть, ты как женщина быстрее поймешь Мераф Михаэля, чем мы, мужчины. Хотя ты тоже водитель, по большому счету. Признав тебя транспортным средством, можно ли предположить, что Мераф Михаэля выполняет определенного рода заказ страховых компаний? Ведь транспортное средство должно быть застраховано. Должна быть страховка, как у нас называется, бетовых хава, бетовых маки, два вида страховки на транспортное средство, как минимум. Необходимо, помимо этого, проходить ежегодно техосмотр. Как тебе это? Ну, стой, идея техосмотра мне очень нравится. Значит, обязать всех граждан ежегодно проходить полное медицинское обследование. И при каждом требовании, значит, предъявлять, наверное, вот такой документ. Ну, заодно, наверное, сделать действительно частные страховки здоровья на случай избивания пешехода, он же транспортное средство, другим транспортным средством. Но это все шутки. Хотя, на самом деле, в каждой шутке есть доля не шутки. А меня смущает другое, что в ее планы также входит переработать систему работы светофора в городах, с тем, чтобы приоритет получили пешеходы. Вот это мне вообще непонятно. Что это все значит? Это значит, что и так забитых трафиком в городах, в центре страны особенно, теперь будут вообще невыносимые пробки, потому что в первую очередь будут пропускать всех пешеходов. Как это вообще будет выглядеть и как это будет делаться? Вот этот вопрос меня несколько занимает, поскольку ты справедливо отметил, что я тоже вожу машину, а при этом являюсь транспортным средством, как пешеход. Но тут есть еще один момент, что в центральных городах страны проживает очень много пожилого населения, которое пешком, к сожалению, зачастую не может далеко, там, больше 500 или 1000 метров пройти. Что с ними? О них кто-нибудь подумал? То есть некоторые из них водят машины, значит, они ушли на задний план уже, значит, о них уже не думают, потому что теперь либо они пойдут пешком, либо что. То есть совершенно очевидно, что наш министр, конечно, программу предложила, но, наверное, до конца она ее не продумала. Только хочу отметить, что Трилевская мэрия уже давно с похожей программой выступила о том, что надо дать приоритет, скажем так, пешеходам, что необходимо озеленение, что необходимо тень. Но, правда, вот на тему светофоров такого я не припомню. А в любом случае, мне кажется, что любая программа, с которой какой-либо министр выступает, ее, наверное, прежде надо подумать, как ее воплотить в жизнь и как сделать так, чтобы она не осталась на бумаге, а стала реальным подспорьем, например, жителям городов страны. Самое радостное в этом то, что эту программу утвердило правительство. Я допускаю, что если бы Мерафь Михаэль опубликовала свою программу предварительно, для того, чтобы общественность не ознакомилась, может быть, какие-то идеи бы предложила дополнительные. Нет, сразу на правительство и сразу утвердили. Борь, это Мерафь Михаэль пообещала, что она выйдет из правительства, если ее программу не примут? Или как? Чем думают у нас там в правительстве сегодня, по крайней мере? Я думаю, что им все равно. Я думаю, что есть вопросы, которые вообще вне сферы их интересов. Другой тетенька хочет, ну, пускай и получит свои 50 миллионов. Другая тетенька захотела всех эфиров привезти. Ну, понимаешь, Илана абсолютно права, потому что история со светофорами, мы уже когда-то, по-моему, с ней разбирались, если я не ошибаюсь, действительно очень странная, потому что конкретно в Израиле существует стартап, который занимается светофорами, и их система куплена уже во многих-многих странах мира. И не заинтересовала она почему-то Израиль, потому что они разработали систему оптимальной работы светофоров, которая больше чем на треть увеличивает пропускную способность светофоров. А в Израиле по-прежнему может быть, я как человек, который сегодня довольно часто хожу пешком, очень часто подхожу к светофору и долго-долго жду красного света, хотя ни одной машины там нет. А как раз вся та система, которая существует, она существует на том, что если нет, то светофор меняется. Ну, конечно. Вот, поэтому очень странно, почему это не заинтересовало Михаэле. Это действительно то, что надо сделать. А какой там приоритет пешеходов? У нас и так в светофорах есть приоритет пешеходов. Но если светофор должен будет подождать, там, не знаю, трехлетних детей, которые в 20 метрах находятся и подходят с мамой, ну, тогда у нас, скорее всего, просто улицы встанут и не двинутся никогда. Это не значит, что этим не надо заниматься, но отнюдь не так, как предлагает эта программа. Потому что остальные министры приняли, думаю, что их, а, или не заинтересовало, б, или они прекрасно понимают, что проголосуют, потом скажут перенести это на 2028 год, и все как бы тихо рассосется. И чего вдруг устраивает правительственный кризис из-за какой-то глупости. К сожалению, боюсь, что очень многие вопросы, которые у нас решаются на правительство, решаются именно из этих соображений. Не имеет значения, кого это вообще интересует, но хочется, пусть получится. Илана, наш министр транспорта заявила, что ее основная идея вообще, как я понимаю, по жизни, чтобы народ пересел на общественный транспорт, с личного. Такие попытки уже были, вот в Аждоде я постоянно это наблюдаю, вижу, как это замечательно все делается, как в землю зарыли 250 миллионов, и что из этого получилось. Но это отдельная песня, грустная, вопрос о другом. Пересесть на общественный транспорт. На фоне того, что мы видим, что сегодня творится с железнодорожным транспортом, может быть, Михаилю бы туда направить весь свой пыл, весь свой запал, потому что полный бардак на железной дороге. Меняются ежедневно, меняется расписание, ежедневно отменяются поезда, ежедневно дополнительные какие-то автобусы приходят вместо этих поездов, то есть тем самым мы создаем дополнительные заторы на дорогах. Что за бред? Когда у нас может быть какой-то комплексный подход к решению проблем, в том числе и в проблемах транспорта? Я как раз хотела об этом поговорить. Недавняя, вчерашняя новость о том, что внезапно перестают ходить поезда в районе Ашарон. Да, да. Застало, застигло очень многих людей врасплох, потому что они таким образом добирались на учебу, на работу. Никто никого не предупредил. Это очередное уже такое мероприятие по необходимости срочно что-то чинить, что-то менять, что-то устанавливать и что-то усовершенствовать. И делается это каждый раз не планово, а вот именно каким-то нахватом и наскобком, что не может не вызывать, конечно, большого огорчения. Я бы тоже думала, что хорошо бы было нашему министру направить свою энергию на решение вот этих вопросов, поскольку все же поезда являются очень неплохим альтернативным видом транспорта для очень большого количества людей. Но кроме того, что она сообщила, что она назначит некую опять комиссию по выяснению причин внезапного закрытия ряда станций в связи с тем, как утверждает управление взлезными дорогами Израиля, что там есть проблемы безопасности в самих зданиях станций, это вообще неслыханно, да? То есть она сказала, да, будем расследовать. Ну хорошо, это, конечно, очень здорово расследовать, а дальше что? А что люди будут делать? Я вот, знаете, о чем я мечтаю? Я мечтаю, что настанет у нас день, когда министрами все же будут назначать людей, которые хотя бы что-то понимают в той сфере, которые они намереваются командовать в качестве министров. И хотя мне уже много раз говорили о том, что нет, нет в этом необходимости, для этого есть генеральный директор, для этого есть советники, нет, я не согласна. Потому что жизнь показывает и доказывает нам снова, что если человек профессионал своего дела, то, конечно, и вопросы решаются гораздо скорее, лучше и профессиональнее. Но это мое личное мнение, а у нас страна политики, поэтому, боюсь, к моему голосу никто не прислушается. Спасибо, спасибо. Ну я надеюсь, по крайней мере, наши телезрители прислушаются к нашему голосу и сделают определенного рода выводы, для себя, по крайней мере, а не для общества и не для министра транспорта. Спасибо, спасибо Илана, спасибо Борис, спасибо вам, друзья, что были с нами. Всего самого доброго, берегите себя, особенно на пешеходных переходах. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok